Привет. Я случайно вас перелистнул, вот. Пожалел. Бывает. Почему? Я же вас прошу, я вас просто за арабскую весь просил. Пока чину с кочерыжкой. Слушай, ну на самом деле вопрос достаточно дурацкий и глупый. Ты говоришь, что ты меня пожалел, и при этом удивляешься, почему тебя называют. Я сказал, что пожалел, что пропустил. Включай. Ты научил, что такое тезис? Прочитал, что такое тезис? Так это и был мой тезис. На. Ты прочитал, что такое тезис? Дайте ответить. Ты помнил, почему тезис не может быть вопросом? Слушай, я прочитаю, что такое тезис? Тезис, господи. Так, давай, вот, тезис. Значит, читаем определение тезиса. Подожди, подожди, секундочку, секундочку. Кратко сформулированные основные мысли в одном предложении. Все. Как ты сейчас делаешь, мне пофигу. Так я ж тебе тезис прочитал. Ты так озадачился этим вопросом, когда я в прошлый раз тебе сказал, ну ты выучил что такое тезис? Ну да, ты слился. Почему ты не можешь общаться со мной по факту? Ты меня боишься или что? Ты меня боишься? Ты меня боишься или что? Почему ты со мной по фактам? Ты же историк. Говори. Говори. Ты историк. Говори. Ты историк. Читай протезис. Ты историк. Давай послушаем. Ты историк. Читай протезис. Ты историк. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Со мной такие шутки не работают. Читай протезис. Ты можешь хоть 10, хоть Слушай, ты со мной по фактам не хочешь общаться? Ты же историк, ты историк, ты историк? Я жду, читай про тезис. Нет, ты серьезно? Я тебе уже зачитал тезис, кратко сформулированные основные мысли в одном предложении. То, что я тебе сказал, на московских шлемах, ну, на шлемах московских царей арабская обвязь. Это тезис. Я то, что тебе в прошлый раз и сказал, а потом задал вопрос, почему она там? А ты слился, почему ты не хочешь общаться со мной по фактам? Он понятийный аппарат, но вот научный. Секунду, ты великий историк России, да? Давай я тебе сейчас объясню. Если ты мне дашь буквально пару минут, я тебе объясню. Зачем мне объяснить, если ты не хочешь общаться со мной? Я тебя спросил просто за арабскую версию. У тебя есть некие, скажем так, установки внутри тебя. И ты считаешь, что они правильные. Хватит воду. Ты не готов принять, что у кого-то другие установки. Ты считаешь, что твоя мысль, она самая верная. Я тебе могу за две минуты рассказать, почему то, что ты нес в прошлый раз, это полная хрень в плане тезиса. Что? Готов? Ты не видишь, что здесь написано, дядя? Ты не видишь, что здесь написано? Мальчик. Ты не знаешь, что такое тезис? Серьезно? Мальчик, еще раз говорю. Я тебе только что прочитал твоим же языком. Господи, вот знаешь, вся проблема в том, что ты... Вот просто смысл. Человек-историк, так называемый Россия, льет какую-то воду. Я тебе конкретику спрашивал, это тезис. Чувак, это тезис, понимаешь? Это не то, что я просто поражал с тебя, что я не знаю, что такое тезис, чтобы ты не слился сразу. Я нормально тебе сказал тезис мой в том, что на шлемах московских царей арабская бясь. И почему она там, мой вопрос с этого тезиса? Ты мне не смог ответить, ты слился, почему? Ты же историк. Или нет? Ну не сливайся, ну давай пообщаемся, я маю. Меня же даже подписчики мои просили, давай пообщайся с ним. Он такой великий, там ты шо? Не Донской. Даже парадоксально, что на монетах Дмитра Донского так уж арабская бясь. Ну давай пообщаемся, ну ё-моё. Ты шо, ну че ты обиделся? Не обижайся. А, он сейчас расскажет, что такое тезис на самом деле. Чувак, любой, любой, просто любим способом петляет от вопроса. Не махал, я понял. Махнешь, как будешь готов поговорить. Так я готов поговорить, давай, давай. Не, не надо махать. Та хто на нём по воду йде, господи. Він хоче розказать сам, який у нього тезис. Ну тобто, я йому зачитав поняття тезису. Я з нього в минулому ролику угорав. Що я тіпа цього не знаю, щоб він хоть залишився. Зо мною спілкувався. Він все нервує, щось там гуглить. Він думав, що тезис реально, що це інша тема, да? Ось цей історик Росії, главний, якщо що, боїться з мною по фактам спілкуватися. Він вчепився в оцей тезис зараз, і нікуди з нього не злазить. Ні вліво, ні вправо. Ми зараз подождемо, що ж буде. Що там, це тараз його підписчики пишуть, що інтересно з мною спілкуватися? Що не зливається? Борис, ви тут? Борис, гляньте ось на вашу історику. Ви просили, щоб я з ним поспілкувався. Він походу в шокі з того, що я прочитав йому поняття тезиса. Що, ти все, вискался? Та я жду, пока ви будете говорить. А, ти махнул рукой. Я просто тут считал параллельно, я не заметил. Так що, прочитай, що таке тезис? Так вот, объясняйте, що таке тезис, да? О, давайте, давай. Я пишу ключевому твоему значению. Це полна безпросветна ахерия. Хорошо. Ты даже выдержиш і зможеш 2 минуты не перебивати, да? Я слушаю. Не, 2 минуты довго. Давайте ж там одно... Нет, 2 минуты, я тебе сразу сказав 2 минуты. Там 5 слов или сколько там определение тезиса? Я тебе сказал 2 минуты. Это довго. Ну давайте, ну давайте. Давайте, давайте, давайте. Ты даже не услышал то, что я тебе сказал. Давайте, я жду. Я тебе объясню, почему тезис применительно к тому, что ты говорил в прошлый раз... Хорошо. Это полная вот хрень. Хорошо, давайте, я жду. 2 минуты, ты не перебиваешь. Я жду, давайте. 2 минуты, ты не перебиваешь. Ну я жду, я жду, давайте, да, давайте, я жду. Да, я жду. Ждать ты будешь, как говорится, чего-то другого. То есть ты 2 минуты меня не перебиваешь. Мы с тобой договорились. Я же сказал трижды да. Мы с тобой договорились или нет? Ты говоришь много слов, но да и нет. Да, давайте, давайте, давайте. Еще раз, да или нет? Да я сказал да уже четвертый раз. Что с вами такое? Ты говоришь любыми иносказательными словами. Давай, туда, сюда. Вы нормальный? Я спрашиваю и да, я скажу да. Вот сейчас, я только сейчас услышал слово да. 2 минуты. Так вот, ты выдвинул некий тезис. Тезис заключался в следующем, изначально, о том, что на шлеме у Ивана Грозного, Ивана IV, как говорится, Ивана Васильевича, была арабская вязь. Это действительно тезис. Я с ним согласился. Я сказал да, была. После чего ты задал вопрос. Я сказал, так в чем в итоге ваш тезис, молодой человек? Тезис примитивно к тому, для чего вы поднимаете этот вопрос. И ты не сумел даже понять, что вопрос не может быть тезисом. Что я не отрицаю наличие арабской вязи на шлеме Ивана Грозного. Более того, я не отрицаю его, допустим, на одеяниях, даже ранних одеяниях митрополита. А потом уже на одеяниях патриарха. Потому что, в общем-то, часть тканей завозили, в том числе, из Сирии. Там было очень много смешных историй по этому поводу, когда ткани попадали, в том числе, с надписью из разряда «Аллах Акбар». Но вопрос не может быть тезисом. И ты это только что сам прочитал. Так какой же твой тезис был, юноша? Все? Конечно. Ну так вот, я же вам только что прочитал ваше определение. Тезис – это кратко сформулированные основные мысли в одном предложении. В одном предложении вы понимаете, что такое, да? Да? Или нет? Так вот, у вас четкое определение дается. Я свой тезис сказал. Если вам нужен развернутый, да? Развернутый тезис. Это уже дарил. Для особо одаренных. В третий раз повторю или в четвертый. Я согласился с тем, что нашление у Ивана Грозного была арабская вязь. Отлично. Хорошо. Это хорошо. А почему она там? Ты не услышал это даже в первый раз? В смысле? Что завозилось из иностранных, правильно? Погоди. Ну не перебивай, я тоже говорю все-таки. Да не характери. Так ты сам говоришь. Я пытаюсь выяснить. Ты сам собираешься. То есть в первый раз тогда ты не услышал этого. Не, услышал. Я услышал, что завозилось из иностранных. Подожди, подожди. Нет, ты сейчас хрень несешь. Ты в первый раз не услышал. Сам сказал. В первый раз не услышал о том, что я согласился с тем, что там была арабская вязь еще в нашем предыдущем разговоре? Не, услышал. Так я говорю, почему она там? А вот это называется вопрос. Вопрос, да. Я тебе ответил на то, что задавая вопросы, ты пытаешься казаться просто умнее. Да нет, просто интересно. Умные люди так не поступают. Они дискутируют, задавая некий тезис. Вот первый твой тезис был арабская вязь, я сказал, да я согласен, она там была. Ваш следующий тезис, молодой человек. В смысле, у меня вопрос уже. Зачем мне тезисами общаться? Или скажите, диалог строится только на тезисах? По вашему мнению, диалог только по тезисам? На тезисах. Неких тезисов. Только о тезисах. Вопросов нет. Вопросов нет. Еще раз дослушайте, молодой человек, юноша. Но я не знаю, как вас учат. Хорошо, давайте без этого. Давайте по факту. Когда ты задаешь вопрос, ты пытаешься выглядеть умнее. Вот если бы ты сказал, что арабская вязь, по моему мнению, мой тезис, находится на шлеме Ивана Грозного потому-то и потому-то, и даже бы к чем-то это подкрепил, это вызвало бы у меня глубокое уважение к тебе. Как некому человеку, который историческое знание использует для исторической дискуссии. Но ты, как обычное малолетнее цепсо какое-то, пытаешься историческое знание подтянуть просто в рамках какой-то демагогии. Для чего ты это делаешь? Можно отвечать уже? Вы же не будете чисто монологами общаться с вашим этим? Надо же диалог как-то вести, да? Так вот, у меня был вопрос изначально. Шапки Ярихонские. Это не только Ивана IV Васильевича. Там есть эта арабская вязь. Там еще есть Алексея Михайловича есть. Михаила Федоровича есть. Боярина у всех этих есть. Арабская вязь. И все эти шлемы, это парадные шлемы московских царей в одиночном экземпляре. То есть нету альтернативных шлемов. Нету. Есть только эти шлемы. И там четко мы видим арабскую вязь. Причем взятую из Корана. Ну то есть цитаты из Корана. То есть если мы можем на шлеме Ивана Грозного прочитать шлем Ивана Грозного. Да? Кириллицы. То сама вот эта молитва, которая по идее должна быть с Библией, потому что он с православной царь же, так? Она там с Корана написана. И никто это не переделал. Хорошо, типа завезли, да? Завезли там мастера довезли. Ты на мой вопрос отвечать не собираешься, да? Какой вопрос? Я же за шлемы объясняю. Тезис. Ты же сказал, что вопросов нету в дискуссиях. Так у тебя какие вопросы? Ты говоришь тезисами общаемся. Мы дискуссию ведем не про некую шлем Ивана Грозного. Я задал тебе вопрос. Шапки альфонские. Ты используешь историческое знание исключительно с цепсошными методами. Почему ты не можешь в историческую дискуссию? Какими цепсошными? Например? Но в том-то и дело. Какими? Ты до сих пор так и не выдвинул ни одного тезиса. А почему там находится эта арабская вязь? В смысле, почему арабская вязь? Потому что у вас были, значит, какие-то традиции оставались еще со времен Золотой Орды, которые не были связаны с христианством. Если возьмете Афанасия Никитина, который ездил. Афанасий Никитин. Знаете такого? Так у него молитва в конце. Может быть, не точно. Может быть. Хождение за три моря. Афанасия Никитина. Давай определимся. Это твоя теория. Молитва из Корана. Не с Библией. Давай сначала определимся. Это твоя теория. Мы сейчас слушаем твою теорию, твою версию. Слушайте, это версия. Открываете, значит, вот статью про шапки Ярихонские. Так. То есть ты сейчас мне пытаешься просто транслировать некую статью, которую ты прочитал. Это ваши историки, ваши историки. Еще раз говорю, ты мне сейчас пытаешься, понимаешь, ты никогда не пытаешься наладить какую-то действительную дискуссию. Ты мне сейчас пытаешься статью просто прочитать. По-моему, вы лете в воду просто. Вы же не хотите дискутировать. Вы не хотите дискутировать. Да нет, ты просто не готов ничего задекларировать. Это основная проблема. Ты боишься оказаться в слабой позиции. Вот, вот смотри, вот готов, вот смотри. Значит, шлем Михаила Федоровича. Здесь есть надписи. Надписи Никита Давидов. Определил эту. Значит, читаем. Сейчас, секундочку, погоди. Давай я сейчас просто констатирую, что, скорее всего, пройдется 2-3 минуты, ты будешь что-то говорить. Почему ты перебиваешь? Я же тебя не перебивал. Ты не скажешь точно, откуда там эти надписи взялись. Я же тебя не перебивал. Ты в лучшем случае протранслируешь какую-нибудь статью. Я же тебя не перебивал. Я же тебя не перебивал. Зачем перебиваешь? Так вот, там написано Михаила Федоровича на шлеме. Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. Дальше. Шлем. Шапка Ярихонская царя Алексея Михайловича. Здесь написано. Аллах. Нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно сущего. Ни властны над Ним, ни дремота, ни сон. Дальше. Так, это шлем уже какой? Это боярин вроде. Там тоже арабские вязи. Шапка Кучумовская. Так же мы видим... Не забывайте, две минуты. Да не две минуты, сколько есть, сколько есть. Значит так, описание, описание. Через две минуты я его нужно прервать. Вынужден. Ты же не споришь, понимаешь? Я тебя спросил, откуда они там, а ты говоришь, вопросов нет в дискуссии. Это полный бред. Есть и в дискуссии вопросы, и тезисы. Невозможно общаться чисто тезисами или чисто вопросами. Ты не смог ответить на этот вопрос, ты не знаешь на него ответ, откуда там арабская вязь. Вот, собственно, я тебе зачитал, что здесь эти, молитвы из Корана. В чем проблема? У меня вопрос тебе, откуда они там? Почему они там? Можешь ответить на эти вопросы? Ты закончил? Я спросил. Ты закончил? Я спросил. Я закончил и спросил. Так вот, констатирую, что ровно полторы минуты назад я оказался абсолютно правым. Сказал, что ты сейчас будешь что-то нести, и так и не дашь ответ. Короче, обычный ух этот не должен сказать, и все. Господи, какой же все докидал он. Да, молодец. Господи, понимаешь, ты не сможешь вообще не на что отвечать, ты только тезисы какие-то слушаешь. Я тебе дал тезисы, тебя не перебивай. Я тебя слушал, я тебя не перебивал. А теперь ты перебиваешь. Непонятно почему. У тебя правила по-своему. Ну, то есть, для себя правила. Типа, ты хочешь говоришь, ты говоришь сколько угодно. Ты задаешь вопрос, тебе можно задать вопрос. Когда я задаю тебе вопрос, нет такого, что я могу задать тебе вопрос. Он на каком моменте завис. Вот это ложь пет. Борис, пане Борис, мій шановный модератор. Я вас очень уважаю. Ну, вы видите, как ведется дискуссия. Если действительно на него не налетать, ничего, спілкуваться, стараться его действительно подискусовать. Он взливается из этих вопросов. Просто он взливается. Что с ним дискуссировать? Если он на таком очевидном взливается, то что там сказать про какие-то спорные темы. Он просто для воду входить, вот так ухожу воду водить. Я ему задаю конкретное вопрос. Он говорит, дискуссия. Вы знаете, как в научной среде, как в научной среде вообще общаются академики? Они только тезисами общаются. То есть, человек на серьезных шахах говорит, что вопрос не существует. Ну, типа, блядь, серьезно? Это просто лух обычный. Он не может выкатить ни одного вопроса. Просто тезисы. То есть, он сразу говорит, что я не смогу ответить на твой вопрос. Не задавай мне вопрос. Вот так это, если коротко. Сподобалось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram. А также за возможность поддерживать меня на Patreon. Или за реквизитами, что находятся в описании под видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.